Девушки отдыхают Мам, ну что ты всю эту ерунду читаешь, а? Ну ты же знаешь, что это вранье одно Ты же сама журналист Я сама разберусь, что мне читать, что нет Ты лучше мне кофе купи, у меня ночью закончился И не робусту, как в прошлый раз А нормальную арабику Мам, я куплю тебе эту арабику Ну может ты сама до магазина дойдешь Помнишь, что тебе врач говорил? В движении жизнь А ты не понимаешь, что я всю ночь работала, что я устала, что я неважно себя чувствую Тебе трудно матери за кофе сходить? Мама, мне не сложно Я просто за твое здоровье переживаю Может ты будешь поменьше курить и кофе пить? Раз уж тебе так плохо Ладно, все Закрой со мной, пожалуйста А то я не знаю, где мои ключи Конечно В кого ты такая несобранная, а? Так, ребят, потянулись ручками наверх Потянулись, потянулись, как будто хотим достать до потолка И медленно опускаемся вниз, пытаясь достать до пола Машенька, молодец Сережа, у тебя почти получилось А теперь медленно поднимаемся и хлопаем друг другу Урок на сегодня закончен, мы все большие молодцы Теперь относим на место свои коврики, занятие закончено Всем до следующей пятницы Анастасия Владимировна, моя мама просила передать вам коровочку конфет Спасибо Сережа, ну может быть ты ребят угостишь? Нет, моя мама сказала, это вам от чистого сердца Что вы чай с конфетками пили Спасибо большое Ну, иди к ребятам До следующей пятницы До свидания, ребят До свидания, с Анастасией Владимировне Девчонки, угощайтесь Ой, какая прелесть, спасибо Девочки, привет Привет Настюшка, фейку налей, а то башка трещит, не могу Свет, тебя твой шеф из бухгалтерии искал Там вроде что-то срочное Шеф? Срочное, ничего, подождется своим срочным Для меня сейчас самое главное, это кофе с сигаретой А то я пока кофе не выпью, вообще ничего не соображаю Может тебе лучше аспиринчику дать? Спасибо Ну, судя по твоему настроению, свидание прошло не очень удачно Совсем неудачно Нет, вы представьте себе, что этот придурок сделал Он меня взял и отвел в сетевую пиццерию Нормально? Которая на каждом углу в Москве, ну? А что, что-то с пицей не так? Настя, 21 век, очнись Он бы еще, я не знаю, меня в чебуречную отвел Слушай, ну по-моему, ты придираешься Ладно, девчонки, я побежала А то мне еще в магазин надо забежать Я тогда потом заполню Все, всем пока Ну и вот, я ему и говорю Субтитры сделал DimaTorzok Мам, я тебе кофе купила молотый В зернах не было И кошелек нашла Что? Ты его что, домой притащила? Зачем? Ты что, совсем прессу не считаешь? Ты что, не знаешь, что бандиты сейчас специальные кошельки подбрасывают Потом узнают, где ты живешь и разденут до нитки Так, смотри, тут есть визитка, кредитка и номер телефона Не звони, я сказала Вдруг там бандит Мам, уже ты у меня такая пессимистка, а? Ну не все же люди плохие Так Алло, здравствуйте Это Андрей Баринов? А я ваш кошелек нашла Вы, наверное, обронили на парковке Да, ну Там вся моя жизнь, там хоть что-нибудь осталось? Ну, я же не знаю, что здесь изначально было Так, ну вот смотрите, есть две кредитные карты Визитки И 15 тысяч рублей Ничего себе Вы просто моя спасительница Как вас зовут? Настя Как я могу вам его передать? Очень приятно, Настя Давайте мы встретимся с вами завтра в кафе Нарцисса Адрес, я вышлю вам смс-кой В 19 часов вам будет удобно? Удобно Вот и отлично Тогда до встречи Всего доброго, еще раз спасибо вам, Настя До свидания Нормально, мое портмоне нашлось О, небось без денег, одни кредитки? Да нет, все на месте Странно Да ничего странного, просто еще остались с честными людьми, вот и все Значит так, честный человек Вот тебе бухгалтерия, вот тебе документация, вот тебе образцы И давай работать У нас завтра важная встреча с спасавчиками Слушай Ты же у нас назначен главным переговорщиком Когда я проводил переговоры, мы хоть раз с тобой облажались? Ну еще б ты облажался, друг Морь, давай Давай, все будет круто Ну это вообще как? Я не понимаю Как можно было согласиться на встречу с каким-то А ты вообще не думала, что он маньяк какой-то? И таким образом к себе этих жертв затаскивают, нет? Свет, вот ты сейчас горячку только не пари, ладно? Человек потерял кошелек, я его возвращаю, вот и все Хотя мама тоже самое говорит Ну мама-то понятно, она всякой ерунды насмотрелась по телевизору Ну а ты-то куда? Знаешь что? Ты бы эти деньги лучше бы на шопинг потратила И вообще, не делай добра, не получишь зла Или я не понимаю, тебе больше всех надо или что, а? Так я надеюсь, ты сейчас пошутила Настя Настя, не будь ты дурой, пожалуйста, ну? Добрый вечер, Андрей Здравствуйте Это вам? Это лишнее Простая благодарность Я не знал, какие вы цветы предпочитаете, поэтому почему-то решил, Мишек Спасибо Это ваш кошелек А, да, спасибо, еще раз Ну, всего доброго Подождите, вы торопитесь? Может быть, выпейте чаю? Здесь, между прочим, замечательная выпечка Ну, я не знаю Соглашайте, все девушки любят сладкое Ну, давайте попьем чай Присаживайтесь Вы меня действительно удивили Ну, после того случая, когда я муморкупала в анатомичке Надо мной до пятого курса издевались Я потом так сильно переживала, думала, что я ту профессию выбрала Да ну что вы, профессия врача вообще самая нужная и необходима Я вот такой похвастаться не могу А вы чем занимаетесь? Продажа спортивного оборудования Хотя для меня это не просто бизнес, это вообще спорт для меня это страсть детства Особенно все, что связано с горем Альпинизм, горные лыжи, даже бег по утрам Не поверите, я своей жизни не представляю без утренних пробежек, серьезно Ну, почему же не поверю? Я сама бегаю по утрам Правда? Угу, да, из гор я катаюсь, но только на сноуборде Тогда вы должны меня понимать Выпьем за это? Давайте Слушайте, Настя У моей компании скоро день рождения Ну, корпоратив и все такое Я вас приглашаю, приходите Хорошо, я приду Отлично, тогда буду вас ждать Мам Мам, ну ты извини, что я тебе не перезвонила, ну правда Мам, ну не обижайся только Слышишь? Мам Ну, мам, ну посмотри на меня Я не хочу с тобой разговаривать Где ты была весь вечер? Я была в кафе Стесняюсь спросить, с кем ты? С Андреем Бариновым Что это? Что это? Теперь мода, что ли, такая? Что ты хихикричешь, как дурочка? Мам, ну мне кажется Я встретила мужчину своей мечтой Поздравляю Пошла, пошла Ты смотри, какая Загадочная сегодня Красивая Прическа она сделала Маникюр даже, да? Угу Все понятно Это ты на свидание с тем маньяком, который кошелек потерял, собралась, да? Свет, он не маньяк Ясно С ним И куда пойдете? Он меня пригласил на корпоратив в своей компании Но это не свидание На корпоратив? Подожди, а мне ты когда собиралась об этом сказать? В смысле? Это обалдеть Подружка еще называется Уже надо полное безразличие к моей личной жизни Настя, я уже вон, это, месяц в активном поиске А там куча мужиков свободных будет Светя, ну прости меня Ну хочешь, пойдем со мной Я же только сам Правда, да? Пойдешь? Пойдешь Ну и все Угу Не было неба Настя Ну не ожидала Слушай, по-моему, мы хорошо зашли Девушки, может быть мохито Давайте А хотя нет, давай лучше два бокала белого Прекрасный выбор Не удосужился снять Сразу понятно Ищет себе приключения на один вечер Света, а ты же обычно мохито заказываешь Запомни Мохито это для лохушек деревенских А мы с тобой Ножны пить Сухое белое И то по одному бокалу Ну пока в поиске, разумеется М? И в каком таком журнале ты эту ахинею прочитала? Ой, ну пожалуйста Хорошо, замечательно, чудесно О, Настя Привет Привет, Андрей Здорово, что ты пришла Познакомься, это моя подруга Здравствуйте Светлана Очень приятно А можно просто Лан? А это мой друг и компаньон Владислав Ну, Владислав Анастасия? Очень приятно Можно просто Влад? Слушайте, девчонки, а чего вы здесь сидите? Пойдемте за наш стол Да, здесь сидят, пойдемте Там диши, есть куча выпивки, беды Да Ой, нет, вы знаете, мы, наверное, пока откажемся Почему? Вы не обижайтесь только Ну, хорошо, постараемся Ну, тогда до встречи Счастливо Первый тайм за мной А вот это ты О, привет Да Хорошо, сделай Расскажи-ка мне, Лана О, что? Мы почему не пошли за их стол Ну, подожди-то Их помариновать сначала надо А то привыкли, что на них все на шею вешаются А мы, мы с тобой не такие Понимаешь? Ну, давай Пойдем Девушка, а можно нас пригласить на танец? Ох! Ой, извините Извини А я случайно Андрей У вас страшно У вас страшно? У вас страшно? У вас страшно? Не переживай Ну, Настя, ну Ну, извини Ну, вот Данил соблазнулся Будь добры, Лиски Ну, не знаю Пойдемте со мной потанцуем, что ли Серьезно? Да Ну, пойдемте Красивая пара, правда? Она для меня танцует Так что яйца расслабьте Яйца расслабьте Эта женщина пришла со мной Так это правда, что вы альпинизмом занимать и горными лыжами? Да, а почему это вас так удивляет? А меня не удивляет, просто я об этом с детства не стою Правда? Ловлю вас на слое Правда? Угу Давайте еще по одной Не-не-не, мне вполне достаточно Хотя Если Если что На брудер шафт И перейдем на ты Договорились? Настя Настя Привет 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 А ты Ты почему так рано ушла вчера? Да что-то голова разболелась А мы с тем Андреем так здорово повеселились вчера Настя, я же правильно поняла? У тебя не было никаких на него планов? Да что за глупости ты говоришь? Ну, мало ли, просто ты у нас девушка скрытная Он звонит Алло Алло, Лана Здравствуйте, это Андрей Мы с вами вчера познакомились Да-да, конечно, я тебя помню Я хотел бы завтра встретиться с вами Завтра? Ой, я даже не знаю, что у меня там завтра Сейчас Настя, куда? Настя Да, завтра я могу Я не понимаю, я просто не понимаю Зачем ты вообще ее позвала на этот корпоратив? Если он тебя одну пригласил, а? Я же не знала, что все так получится Конечно, ты не знала Что ты за овечка у меня такая, а? У Светки твоей на лбу написано, что она охотница и стерва Ну, она же не знала Что он мне нравится Настя Ну, хватит уже, а? Все? Пришли? Готовы к сюрпризу? Да Стой Ага Вот А это что? Как что? Скалодром, это же мечта твоего детства А, точно Я помню, конечно Тебе что, не нравится? Я просто хотел сделать тебе сюрприз Да нет, нет, ну что ты Нет, мы можем поехать в ресторан Да мне все нравится Правда Правда? Да Ну, хорошо, тогда пойдем Пойдем, да Иди, иди Давай смелей Давай Ты же придумала тебе чувства в горы, а? Что говоришь? Я говорю Слушай, спасибо тебе Весело так и интересно Тебе нравится? Ой, очень Наконец-то Давай, давай С тобой Да хоть на край света Не страшно Никуда Ты серьезно? Конечно, серьезно Вот, молодец А я вот могу Молодец Все могу Это же У меня мечта А теперь сама Куда сама? Туда Не, не, не Я пошел Андрей, ты ч Осторожно Ты в порядке? Я в порядке Чего, испугалась? Доброе утро, Анастасия Владимировна А у нас новенькое Искрепление позвоночника Привет Как тебя зовут? Соня А меня Анастасия Владимировна Проходи Бери мячик Саша, Сережа, подвиньтесь чуть-чуть Здесь будет твое место, Сонечка Спасибо Ну что, начинаем растягиваться? Поднимаем ручку правую вверх И начинаем тянуться влево Тянемся, тянемся И так же в другую сторону Поднимаем левую ручку Тоже так же растягиваем позвоночник Вот, все правильно Теперь берем мячики Будем делать упражнения Дурацкие упражнения Так, ребятки Пока попрыгайте на мячиках Я сейчас вернусь Сонечка Ты почему плачешь? Чем я тебя обидела? Я не хочу сюда ходить Почему? Потому что я хочу стать балериной Ну тогда нужно попросить своих родителей Чтобы они записали тебя в балетную школу Меня туда уже не взяли Тогда я попросилась на танцы Но папа сказал Раз у меня искривление позвоночника То мне надо ходить на лечебную бельгультуру Ну все, все, перестань Не плачь, не плачь Ну, здесь, конечно, не так интересно, как на танцах Но зато это очень полезно для твоей спинки Ты же хочешь быть балериной? Хочу Значит, у тебя должна быть прямая спинка Пойдем заниматься? Пойдем Пойдем Сережа, Эрик, куда побежали? Сюда идите Пап Пап Глеб, ну все, ты идешь? Анастасия Владимировна Вот папа Здравствуйте Добрый день, Сергей Очень приятно, Анастасия Владимировна Сергей, я с вами насчет Сони хотела поговорить Соня, иди одевайся пока Что-то серьезное? Нет, нет, не переживайте У Сонечки, конечно, есть искривление, но я не об этом Она очень хочет заниматься танцами Да, она ими просто бредит Это очень полезно для осанки Это я вам как врачи говорю Вы уверены? Конечно Я понимаю, что у вас и у вашей жены, скорее всего, нет времени, работы Мама Соня, она умерла два года назад Простите Я не знала Да вы только посмотрите на нее, она же просто будет счастлива, если вы запишете ее на танцы Ну хорошо Соня, ну что, запишемся на танцы Какими будешь заниматься? Бальными? Классическими? Солнышко Солнышко Просыпайся Доброе утро Доброе утро Чем займемся? Как чем? Утренняя пробежка Я же тебе говорил, выходные, праздничные, каждый день А моя девушка Полностью должна разделять твои интересы, да? Правильно Угу Так что давай просыпайся и пойдем Ну бегу, бегу, бегу Давай, давай, давай Да вот, вот, да Молодец Сейчас С тобой все в порядке? Все нормально, я Точно? Бег прихватила просто Так, все, на сегодня хватит Не, 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 ты что, сейчас Сейчас побежим А то еще подумаешь, что я рухля какая-то неспортивная И разочаруешься во мне Знаешь, я с каждым днем все больше и больше очаруюсь С тобой Ась, ты не представляешь, сколько мне приходится терпеть Андрей, он же помешан на этом спорте Правильном питании и здоровом образе жизни, ну? Никто же тебя заставляет делать то, что ты не хочешь Настя Настя, мне замуж пора, ничего А Андрей прекрасный вариант Плюс еще влюблен у меня по уши Ну грех такого упускать Странно Думаешь, он настоящий тебя не полюбит? Полюбит, полюбит После свадьбы А пока будем играть в спортсменку-комсомолку Ой, кстати, мы завтра вечеринку устраиваем Всем придешь? Свет, у меня вроде занятия будут Брось ты свои эти занятия Ну там эти спортсмены, друзья его будут Ну я их не перевариваю, ну пожалуйста Мне нужна твоя поддержка Хорошо приду Здорово Только платьице поярче надень, ладно? А то мужчины все-таки свободны будут Хм? Ой, я так Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет, проходи. Здравствуйте. Кто-то еще пришел? Влад, Влад, удели минутку. Ну, а ты? Подожди, я пойду встречу. Простите, пожалуйста. О, Настя, привет. Проходи. Слушай, у меня к тебе есть секретный разговор. Я тебя слушаю. В общем, я хочу сделать все эти предложения. Что? Предложение. А почему ты мне об этом говоришь? Ну, ты ведь ее лучшая подруга и можешь мне помочь. Помочь? Чем? Я тебе подам знак, а ты ее отвлеки чем-нибудь. Хочу, чтобы это был сюрприз. Вообще, вся эта вечеринка только ради этого и устраивалась. Ну, как, договорились? Договорились. Спасибо. Иди угощайся. Ой, да что ли? Крым наш. Смотрите, как лыжи входят в поворот. Видите? Так вот, мы закупили для пробы тысячу пар. Это все Андрей организовал. Он мне все уши прооружал. Вот этих поставщиков. Мне посекретничать надо. Конечно. Настя, а где платье? Слушай, я поговорить хотела. Ты Влада помнишь? Партнера по бизнесу Андрея. Ну, так вот, у него дядя, чиновник в министерстве. В каком? Да какая разница в каком? Что, не понимаешь, о чем я? И что? Ну, что, что? Переметнуться, думаю, пока не поздно. Я ему еще тогда понравилась. Глазки строил мне, помнишь? Света. Ты как? Можешь так говорить? Да что говорить? Что говорить? Что ты прям праведная такая? Ничего сказать тебе нельзя. Господи, ладно, я пошутила. Все, все. Свет, пойдем я тебе какое-что расскажу на кухне. Давай пойдем на кухню только. Ты это, покарауль? А то Андрей думает, я не курю. Ну, что там? Рассказывай, как на личном фронте. Свет, да и я сейчас вся в работе. Детей полно. В общем, не до мужчин. Да и приличного сложно найти. Ну, да, ну, да. Слушай, слушай, по-моему, он идиот. Давай, давай, пошли отсюда. Все, быстро. Все, нормально, пойдем, пойдем. А где все? Что происходит, а? Света, мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Ну, мы с тобой знакомы не так давно. И спасибо судьбе, что в моей жизни появилась такая невероятная, красивая, и потрясающая девушка, как ты. Я знаю, мы созданы друг для друга. Я безумно люблю тебя. Выходи за мной. Я согласна. АПЛОДИСМЕНТЫ Стоим на коленочках и начинаем тянуться. Тянемся. Раз, два, три. Молодцы. Закончили упражнение. Похлопали друг к другу. Все большие молодцы. А теперь коврики и мячики убираем на свои места. До следующей пятницы. Анастасия Владимировна, там с вами хочет папа поговорить. Папа? Пойдем. Да. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, Анастасия Владимировна. Что-то случилось? Нет, нет. Просто хотел узнать, как успехи у Сони. Может, что-то порекомендуете? Что делать дополнительно? Да, конечно. Ага. Вот, полезная брошюра. Почитайте ее. Ага. Во-вторых, следите за тем, чтобы Соне было удобно сидеть за столом. Ну, еще хорошо был бы массаж. И правильное питание тоже очень важно. А в целом, Сонечка молодец. Со всем справляется. Ну, раз Соня молодец, это надо отпраздновать. Ну что, пойдем мороженое сегодня есть? Угу. А можно Анастасия Владимировна тоже с нами пойдет? Ну, это как решит Анастасия Владимировна. Соглашайтесь. Ой, это что, три кольца? Какие три кольца? Да, это тринити. Это же классика. Три цвета золота, как символ любви, верности и дружбы. Ну, расширять свой кругозор надо, Вань. А медовое место где будет? Ой, это вообще самое сложное. Андрей хочет, чтобы мы поехали в горы, но я поставила свое условие. Если мы не едем на Мальдивы, свадьбы не будет. Все. И что, реально повезет на Мальдивы? Ну, конечно. Любишь кататься, люби и саночки возить. Тем более, он у меня послушный мальчик, никуда не денется. Ну, все, девочки. Всем пока. Настя, 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 подожди, подожди, подожди. У меня для тебя новость. Я хочу, чтобы ты была подружкой невесты. Я? Ну, конечно, ты. Ты как сестра для меня, и ты нас с Андреем познакомила. Я подумаю, ладно? А я тебе уже платье выбрала. Желтое. Я знаю, ты желтое не любишь, но на фоне моего белого будет очень красиво смотреться. Всем до свидания. А что ты с ней такое, а? Вот я и говорю, работать иногда приходится и по субботам, и по воскресеньям. А если не выполняем план продаж, то в головном офисе начинается такое, что лучше даже и не рассказывать. Да. Вы себе не представляете, у нас одного уволили, а он план по продажам даже перевыполнял иногда. А его все равно сократили. Ни с чем начальство не считается, никакие заслуги не учитывает. Считают нас работников за полных идиотов. Сами миллионы зарабатывают, а нас, простых работников, ни во что не ставят. Но я своего не упущу, если что. У меня друг-юрист, он мне подсказал несколько ходов. Рассказать вам. А давайте в другой раз, а? Смотри, а то Сонечке скучно. Не мор. Соня, прекрати сейчас же. Я еще мороженое хочу. Оно здесь дорогое. Мы пойдем в магазин, там купим и дома сидим. Дома неинтересна. Сонечка, а давай я тебе мороженое закажу? Соня, поблагодари Анастасию Владимировну. Не за что. Еще порцию клубничного и счет, пожалуйста. Я, наверное, пойду, а то поздно уже. А, ну, тогда мы тоже... Да, Соня, мы вас проводим. Пожалуйста, товарищ. Счет. Спасибо. Да нет, нет, не надо. Я побегу, а вы пока мороженое кушайте. Приятно было пообщаться. Спасибо, Анастасия Владимировна. Не за что. До свидания. Все, до свидания. Давай. Оплетай. Настя, можешь меня поздравить? Я статью в набор сдала. Поздравляю, мам. Спасибо. Держи. В следующем месяце журнал выйдет. Ну, а ты чего такая кислая, а? Да сама не знаю. Вроде в кафе ходила, а устала, как будто картошку копала. Мама, ну что сейчас за мужики пошли, а? Одни разговоры про деньги. Кто сколько заработал, кто сколько потратил, кто сколько сэкономил. Ну, что это за разговоры? А знаешь ли, если мужчина неплохо считает, это не самый большой недостаток. А вот будешь такой разборчивый, останешься вообще одна. Но когда ты своего Андрея из башки своей выкинешь... Мам, перестань. Что перестань? Ну, что перестань? Я же вижу, как ты убиваешься. Посмотри на себя, а? Ну, в кого ты превратилась? Распустилась? Как ты выглядишь? Хватит уже страдать, хватит. Все, все, не буду больше страдать. И мой тебе совет. Тщательней выбирай подруг. Это точно. Давай, за меня. Давай. Так, Свет, ты почему еще не готова? Скоро все уже подъедут. Настя. Мне кажется, я не хочу выходить замуж. Так, Свет, успокойся. Давай рассказывай, что произошло. В общем, я проснулась утром, начала готовиться, наводить красоту. Ну, Настя, в какой-то момент я поняла, что вокруг меня такое количество состоятельных и интересных мужчин. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, я не знаю, что делать, честно. Так, Свет, ответь мне только на один вопрос. Ты любишь Андрея? Ну, конечно, люблю, но... Ну, вот. И Андрей любит тебя. И это самое главное. Правда. А что бы я без тебя делала? Иди ко мне. Спасибо тебе. Так, все. Быстро помогать мне платье надевать. Так, давай. Что-то она мне не нравится, а? Да, лучше без нее, правда. Ой, Настюха, кто мне кроме тебя правду скажет, а? А знаешь что? Я тебе желаю, чтобы ты нашла такого же прекрасного жениха, как мой Андрей. Знаешь, ну, такого же прекрасного, боюсь, больше нет. Да ты чего? Ты посмотри, вон их пруд пруди, ну. Беречка, мы тебя поздравляем. Какая ты красивая, платье шикарное. Как вам? Лучшая невеста в мире. Какое? Шикарно, шикарно. Добрый день, дорогие гости и уважаемые новобрачные. Для вас, молодожены, настал самый важный и самый ответственный момент сегодняшнего дня. Мне оказана высокая честь зарегистрировать ваш брак. Но перед тактом регистрации прошу ответить вас. Являются ли ваши желания стать супругами свободными, взаимными и окончательными? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Да. В соответствии с семейным кодексом, прошу вас подставить свои подписи в записи акта о заключении брака. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Спасибо. Над вечной любви прошу вас надеть друг к другу обручальные кольца. И скрепить ваш семейный союз. Поцелуем. Спасибо. Спасибо. Ну все, расписались. Ну все, расписались. А теперь я хочу вас. Так, вы куда? А ну-ка обратно разворачиваемся. Ну, осторожно. Я люблю. А ты чего стоишь скучаешь? Пойдем. Очень красивая свадьба получилась. И невеста чудо как хороша. Да. Тебе спасибо. Мне. Ну да, если бы не ты, я бы не познакомился со своей будущей женой. Спасибо. Так, а что это здесь такое? Ничего. Пойдем. Да, я сейчас. Настя, а ты что здесь стоишь? Я сейчас, Влад. Мне звонят. А, хорошо. Да. Да, Сергей, добрый вечер. Что-то с Сонечкой? Куда хотите пригласить? На свидание. Тонка! 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 Я согласна. Анастасия Владимировна, могу я с вами серьезно поговорить? Для меня это очень важно. Да, конечно, я вас слушаю. Вы знаете, я человек занятой, много работаю. Но ухаживания времени у меня нет. Что вы имеете в виду? Давайте присядем. Анастасия Владимировна, я хочу предложить вам серьезные отношения. Мне нужна жена. Соня мать. Или мачеха. Вы нам подходите. Вы серьезная, умная. И возраст у вас уже подходящий, я имею в виду. Не то, что эти соплюшки двадцатилетние. Я человек надежный. В этом даже не сомневайтесь. Мы с вами оба люди серьезные. А эти романтические ахи-вздохи, они нам ни к чему. Правильно? Сергей, спасибо вам за лестное предложение. Но мне лучше одной. А вот тут вы не правы. Знаете, когда старость придет, ну, вдвоем как-то легче выживать. И экономнее. Вы подумайте. Два-три дня. Ну, неделю. Подумайте. Да, конечно, Сергей, я обязательно подумаю. Все просчитаю, чтобы не прогадать. Да. И дам вам ответ, хорошо? Хорошо. Пойдемте. Да. Я вас до подъезда провожу. Спасибо. Ну, как? Тебе нравится? Ага. Очень. Ты посмотри, какая сумка. Эта сумка, ты знаешь, что она целое состояние стоит? Это их дело только для особо важных персон делать. Да я тебе не про сумку говорю, а про горы. Горы. Красота. Слушай, ну, горы как горы. Везде одинаковые. А вот сумка, это да. Я такое, наверное, никогда не получу. Ты стурели все, что ли? Я не понимаю. Да как так можно вообще работать? Возьми. Спасибо, блин. Успокойся, на полтона тишина. На сумке в своем ссоре знаешь куда? Прекрати себя так нести, иначе я не... Так работать можно, иначе что? Что иначе? Иначе мне придется за тебя краснеть. А краснеть за меня придется? Слушай, знаешь что? Что? Возьми-ка ты вот этого официанта, посади здесь и про свои горы разговаривай. А я пойду куда подальше. Света. Чек, плиз. Светик, ты готова? Да. Ну как я выгляжу? Ослепительно, но... Подожди. Мы же на соревнования собирались. Тебе будет там так удобно? Может ты что-нибудь другое надеешься? Солнышко, ты знаешь, я думаю, что на соревнования ты пойдешь один. А я пойду на шопинг. Я там себе такие туфли присмотрела. Ты чего? Какой шопинг? Да. Солнышко, ну это же горы. Ну я вижу. Тут такой потрясающий вид открывается. Поехали со мной. Ну а что? Пожалуйста, ну потом сходим в горы. Пожалуйста. Ну просто я еще в 4 часа вызвала массажистку. Слушай, ну на массаж мы можем вместе пойти. Все, все, все. Давай не будем ссориться, ладно? Угу. И кстати... Что? В 6 часов. Я жду тебя в номере. В 6 после массажа? Угу. А потом пойдем ужинать. Ладно. Хитро, да? Мадам Маринов, мадам Маринов. Ты кто такой вообще? Ты как же нас зашел вообще? Какая катастрофа? Да по-русски скажи хоть что-нибудь. Не понимаю. Ваши муж, катастрофа. Ваши муж, катастрофа. Да что? Какая катастрофа? Что с моим... Алло. Алло, Настя, это, это я. Да. Света? Да, это я. Настя, в общем, Андрей. Что случилось, Андрей? Андрей, он разбился на спуске с горы. И его сейчас готовят к этой транспортировке в Москву. Как это произошло? Свет, алло. Настя, ну за что мне все это? Ну зачем? Зачем я отпустила его в те горы? Ну? Ну почему это именно с ним случилось? Ну скажи мне, ну почему так? Светик, ну ты же не виновата. Ты же не могла это предвидеть. Ну все будет хорошо. Ну за что? Ну за что все? Простите, а кто из вас жена Баринова? Я. У нас будет серьезный разговор с вами. Доктор, а можно я останусь? А то оно в таком состоянии. Хорошо. Во-первых, жизни вашего мужа больше ничего не угрожает. Он вне опасности. Вот видишь. Но на этом все хорошие новости у меня заканчиваются. Потому что никаких положительных прогнозов в том, что он сможет ходить и отдать, просто не могу. Все зависит исключительно от домашнего ухода и насколько его организм сам восприимчив к лечению. Ну почему у нас со мной это случилось, а? Почему? Вам нужно взять себя в руки. Понимаете? Потому что от вашего настроя сейчас зависит выздоровление вашего мужа. Сейчас, как никогда, он нуждается в вашей поддержке. В какой поддержке? Да это мне, мне нужна поддержка, понимаете это или нет? Настя, мне надо поспать. Настя, прошу тебя, побудь с ним. Спасибо. Ну-ка, я все. Извините. Доктор, а в какой он палате? В седьмой палате. Спасибо. Пожалуйста. Где Света? Она всю ночь была в больнице, пока тебе делали операцию. И потом почти сутки без сна. Ты только не обижайся. Она уехала домой. И ты иди на мой. Я никому не хочу быть в тягости, особенно своей жене. Я сам справлюсь. Я знаю, что ты справишься. Ты сильный. Все будет хорошо. Да что хорошего? У меня позвоночник поврежден. О чем ты говоришь? Бедная Светка. Не успели свадьбу отпраздновать, а ее муж уже инвалид. Не говори так о себе. Нельзя опускать руки. Все зависит только от нас самих. Свет! Света! О, наша мать Тереза пришла. Света. Проходи. Ты что напилась-то? Слушай, а что мне по-твоему молодой, красивой жене инвалида остается делать, а? Может мне краковяк станцевать? Или пойку бабочки? Давай, это я могу. Света. Что? Во-первых, прекрати истерику. Да, у Андрея поврежден позвоночник. Но это еще не приговор. Но. Его можно вылечить? Да, конечно, вылечить. Слушай, а если его нельзя вылечить, а? Если его нельзя вылечить, ты не подумала? Что мне с ним, это, с коляской его до конца жизни его ходить или как? Знаешь чего? Я себе как-то иначе представляла свое будущее. М? Это ваше здоровье. Света, Андрею сейчас нужна твоя любовь, твоя поддержка. Ты не имеешь права раскисать. Слушай, дай сюда. Раскисать. Ты думаешь, ты лучше всех, что ли? Ты у нас тут такая самая, самая хорошая, да? Да тебе вообще не понять человеческих слабостей. Ясно тебе или нет? Света, Света, зачем ты так? Я ведь правда хочу вам помочь. Помочь ты мне хочешь? Ты мне помочь хочешь? Спасибо, Настя. Ну, давай-ка ты проваливай со своей помощью из моего дома. Давай, давай, давай. Пошла, пошла отсюда. Нафиг. Ну, и куда мы так рано? Сегодня же выходной. К Андрею в больницу. А ты не заметила, что у него жена есть? Я вообще не понимаю, что ты о нем заботишься. Мам, ну, Светка тоже ходит. Просто она сейчас не в лучшей форме. Конечно. А ты всегда в форме. Как твой отец? Такая же бесхребетная. Тот тоже всем помогал. Обо мне вообще никто не думает. Ни внимания, ни внуков. Мам, и тебе хорошего дня. Спасибо. Я тебе столько вкусного принесла. А самое главное, полезного. Вот, фихуа, протертая сахаром. Ты же любишь сладкое? Предлагаю с него и начать. Спасибо, не хочу. Здравствуйте. 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 Я все на сне. Слушай, я хочу вас обрадовать. Результаты последних анализов удовлетворительные. Поэтому мы сделаем еще один снимочек. Если он покажет положительную динамику, то мы будем выписывать вас. Доктор, спасибо вам огромное. Да не, ты слышишь. Ты видишь, как эти заботятся. Так, ну, давай, налегай на витаминчики. Настя, ты не знаешь, как там Света? А разве она не приходила? Ее уже пару дней не было и на звонки не отвечают. Ты можешь ей позвонить? Да, конечно. Только ты не волнуйся. Странно. Что? Она трубку не берет. Настя, пожалуйста, можешь съездить к ней? Может, с ней что-то случилось или заболело? Такая хрупкая и так переживает за меня. Не волнуйся, конечно, съезжу. Спасибо. А где Света? А, проходи, сейчас позову. Света, к тебе пришли. Влад, а ты что здесь делаешь? Я пришел подержать жену друга. По-моему, это нормально. Свет! Да. К тебе. Спасибо. Настя. Настя. Ну, прости меня, ну. Послушай, ну извини, что наорала тогда на тебя так. Ну, я сама не в себе. Я вообще не понимаю, что происходит. Света, я на тебя не обижаюсь. Мне просто непонятно, почему ты Андрея не навещаешь. И что здесь Влад делает? Влад? Ну так он приехал за мной, чтобы мы к Андрею поехали. И ты как раз пришла. Сейчас все вместе поедем. Андрей очень подавлен. Ты должна заставить его бороться. Чтобы он поверил в успех своего лечения. И прежде всего, в себя. А ты правда думаешь, что у него есть шанс? Я? Я уверена. Настя! Настя, ну подожди, ну куда ты? Ну, Настя! Что? Ушла? Ушла. Ну что, поедем в больницу? Ну что, поедем в больницу? Спасибо, солнышко. Как у него дела? Хорошо. Ничего не меняется. Ну, спасибо, что пришел. Мне приятно. Привет. Привет. Ну, как ты? Да, как я вижу, все на том же месте. Да. Я тебе тут написанчиков принес. Здорово, спасибо. Что, Столик, не воскисай. В жизни, как говорится, всякое бывает. Слушай, у меня к тебе разговор серьезный. Даже не знаю, как начать. Ну, короче, в компании не могут содержать сотрудника, который, неважно по какой причине, не ходит на работу. Вот. Ты же у нас переговоры провел. Там уже два контракта медным тазом накрылась. Ну и ты меня понимаешь? Да, конечно, понимаю. Ну, нет, содержание мы тебе, конечно, платить будем. Ну, рассчитывать на проценты от прибыли. Ты без обид, ладно? Конечно. Вот. И... Может, вам кофейку принести, а? Да, нет, солнышко, не беспокойся. Спасибо. Все хорошо, да? Слушай, я побежал, а то еще дело там... Да? Давай. В жизни жить, старик, как говорится, бизнес, как и женщину, оставлять надолго нельзя. Влад, ты только Свете это не рассказывай пока, ладно? Ну, о чем разговор, старик? Конечно. Ну, все, давай. А ты у меня дела. Выздоравливай. Ой, укропаешь ты на него всю свою жизнь. Где нам надо? Ну, честно говоря, не о таком замужестве я мечтала. Послушай. Одно твое слово, все может измениться. Ну, что ты так смотришь? Ты же прекрасно знаешь, что долгим-то не протянешь. Ну, ладно, давай. Ты посмотри на себя. Такая девушка, как ты, должна украшать, а не утки подносить. Тем более, кандидатура на это, по-моему, уже есть. Ладно, давай. Пока. Так, Сереж, давай потихонечку опускаемся. Вот. Сегодня уже намного лучше. Вот. И на шарики тянемся. Привет, Санечка. Анастасия Владимировна, я вам хотела кое-что показать. Сейчас, Сань. Вот, супер. Ну, как твоя спинка? Ну, хорошо. Хорошо? Ну, тогда занятия закончились, увидимся с тобой на недельке, хорошо? Маме, привет. До свидания, спасибо. Пока. Я попадал на танцы, я так рада. Вот, например, ча-ча-ча. Ча-ча, ча-ча-ча, 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 ча-ча-ча-ча, ча-ча-ча-ча. У тебя так здорово получается. Может быть, ты и меня научишь? Да, конечно. Давай. Ча-ча-ча-ча-ча, ча-ча-ча-ча, ча-ча-ча-ча, ча-ча-ча-ча-ча, ча-ча-ча-ча-ча-ча. Сань, ну, похоже, ты меня теперь будешь учить. Такая хорошая, вот бы у меня была такая же мама. А где же твой папа? Не знаю. Наверное, в пробке застрял. Давай мы позвоним. Ты знаешь его номер? Да, конечно. Папа, алло. А ты где? Да, Сонечка, застрял в Подмосковье, в пробке. Через час, наверное, буду. Кто-то из взрослых может с тобой остаться? Папа спрашивает, не может ли кто-то остаться со мной на час? А, давай узнаем. Валентина Семеновна, вы не могли бы задержаться на час? Нет, а что вольте. За это нам не доплачивают. А дома нас свои дети ждут. До свидания, Анастасия Владимировна. До свидания. Давай телефон. Алло, Сергей. Здравствуйте, это Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна. Сергей, вы не переживайте, я тогда Сонечку к себе домой пока заберу, а вы сразу приезжайте по адресу Тепличный переулок, дом 10, квартира 77. Я постараюсь, как можно скорее. Ну что, поехали ужинать? Ты, наверное, жутко голодная. До свидания. Проходи. Какая большая квартира. Ну да. У нас гости. Привет, мам. Привет. Ну, здравствуй. Как тебя зовут? Соня. Мам, это Сонечка из моей группы. Просто у нее папа на работе задерживается. Попросил присмотреть. Ну да, ну да. А папа к нам приедет сегодня? Да, конечно. Ну, тогда проходите на кухню. Спасибо, мам. Пойдем? Будем сейчас салат резать. Окурцы, помидоры. А что ты обычно на ужин кушаешь? Ну, пельмени. А на завтрак? Сосиски. Ясно. Давай-ка мы с тобой приготовим легкий и очень полезный салат. Поможешь мне огурцы резать? Да, конечно, я очень люблю огурцы резать. Только аккуратно. Хорошо. Я всегда даже по этому дому помогаю. Какой ты молодец. Молодцы, девочки. Очень красивый и вкусный салатик сделали. А как вам моя курочка с овощами? Очень вкусно. Вы тоже молодец. Надо же. Спасибо тебе, деточка. Славная, славная. Вот вы мне такую дочку. Совсем не обязательно выходить для этого замуж. Ну, конечно. Пап, ты еще? А, ребенку же нужны полные семья. И мама, и папа. Угу. Это Сергей. Здравствуйте. Здрасте. Извините, что доставил вам столько хлопот. Спасибо большое. Анастасия Владимировна, вы нас очень выручили. Да все в порядке, Сергей. У вас очень, очень славная девочка. Спасибо. Простите, а как вас по имени и отчеству? Лидия Павловна. Лидия Павловна, вы прекрасно выглядите. Ну, что вы. Вы с Анастасией Владимировной как сестры. Да что вы. Сергей, может, вы поужинайте с нами? Давайте, присаживайтесь. Иди, деточка, подвинься ко мне. Настенька, достань тарелочку. Вот этот салат приготовила ваша доченька. Да, да. Сейчас мы вас угостим. Давай тарелочку. Спасибо. Очень вкусный салат. Очень. Спасибо. Настенька, положи мою курочку, пожалуйста. Она хорошо себя вела? Славное. Чудесный ребенок. Анастасия, я понимаю, что были близкие отношения между нами невозможны. Я сам виноват в этом. Я знаю. Но только вы, пожалуйста, не сердитесь на меня. Да что вы. Вы столько для нас делали. Вот сегодня снова выручили. Сонечка к вам очень привязалась. Это взаимно. Спасибо вам большое. Если вам что-нибудь понадобится, вы мне только скажите. Я все для вас готов сделать. Сергей, спасибо большое. Мне очень приятно это слышать, правда. Спасибо. Клопочка, я спать хочу. Поехали домой. Да, да, солнышко, конечно, конечно, поехали. Спасибо вам еще раз. До свидания. Пойдем. До свидания. Лидия Павловна, до свидания. Спасибо большое за ужин. Счастливо добраться, Сергей. Без пробок. Спасибо. Всего доброго. До свидания, Анастасия Владимировна. А мне понравился Сергей. Очень серьезный и надежный мужчина. А галантный какой. Таких сейчас не встретишь. Ты не будешь с ним встречаться. Мам. Конечно. Лучше носиться в больницу к чужому мужу. Начинается, да? Что это вообще такое? Я вообще такого цвета не заказывала. Что ты мне на голубом глазу здесь сказки рассказываешь? Или ты меня за лакушку держишь? Я это брать не буду. На, возьми. Вы извините, пожалуйста, я не комплектую заказы, я их только доставляю. Слушай, мне вообще все равно, кто у вас там в этой шарашкиной конторе комплектует, а кто доставляет. Я не заказывала этот цвет и брать его не буду. Нет, я знаю что. Я сейчас вашему директору позвоню лучше и выясню, что у вас там есть, а чего нету, а? Не волнуйтесь, мы скорректируем ваш заказ, произведем замену и, конечно же, бесплатно доставим. Если вы туфли брать не будете, то с вас 138 тысяч. Вы карточкой или наличным будете оплачивать? Нет, я сейчас сундук деньгами здесь достану. Карты, конечно. Мать, возьми. Платеж не проходит, у нас, к сожалению, такое бывает. Попробуйте еще раз. Сань, это все у вас через задницу. Должна даже карты не читать. Недостаточно средств. Если у вас нет при себе наличных, то я вам ничем не могу помочь. У меня еще два заказа, а вы можете подъехать к нам в офис сами и заодно определиться с цветом обуви. Кажется, я знаю, в чем дело. Ну-ка, подержи. Что случилось, солнышко? Может, это ты, солнышко, скажешь мне, что случилось, а? Почему три карты заблокированы? И где деньги вообще? Я не хотел тебе говорить сразу. В общем, Влад меня уволил. Что? Уволил? Здрасте, приехали. А мне что теперь делать? Где мне деньги теперь вообще брать, а? Ну, на это, на твои лекарства твои эти, лечения, массаж вообще. Я не понимаю вообще, как мне решать теперь твои эти проблемы? Свет, почему ты истеришь? Я не истерю. Я не истерю. Я вообще не знаю, как на это реагировать. Потому что я когда замуж выходила, я хотела быть замужем, а не за непонятно кем. Послушай, тебя никто насильно не держит. Если хочешь уходить, уходи. Ты молодая, красивая девушка. Я не смею ломать твою жизнь. Ну, не надо орать на меня. Ах, уходить, да? Хорошо. Слушай, давай сначала твои вещи забросим домой к тебе, а потом поедем ко мне. Хорошо? А, чемодан. Город. Свет, а ты куда собралась? А что, не видишь, что ли? Настя, я не могу так больше жить. Но ведь Андрей не может без тебя. Давай только без твоих проповедей, ладно? Ты меня вообще не понять. Я взрослая, независимая женщина. И делаю то, что считаю нужным. Понятно? Свет, мне кажется, ты что-то перепутала. Это называется не независимость, а предательство. Настя, засунь в своей морали куда подальше, ладно? И, кстати, радуйся. Тебе же Андрей всегда нравился. Я всегда видела, какими глазками ты на него смотришь. Так что я не жадная. Дарю. Свет, ну ты скоро? А, товар, правда, немножко подпорчен. Извини. Так что я не могу. Алло, Вера Егоровна, здравствуйте. Нет, нет, ничего не случилось. Просто я хотела вас попросить отпуск на месяц за свой счет. Да, я все понимаю. Но мне очень, мне очень нужно. Спасибо. До свидания. Привет, Андрей. Я принесла тебе лекарства. Это новый препарат укрепляет иммунитет. Давай, прими таблетку, и потом мы с тобой займемся гимнастикой. Я подобрала для тебя комплекс упражнений. Ты зачем пришла? Пожалеть меня решила? Я принесу воды. Да иди ты к черту со своей водой. Давай, убирайся, проваливай отсюда. Кто же мне еще, мать Тереза? Светка свалила, и ты вали, чертям собачьи. Достали! Я тебе ужин приготовила. Надеюсь, ты не запустишь его мне в голову. Настя, извини, что накричу. Ты, правда, этого не заслужил. Я... Извинения приняты. Но только при одном условии. Ты должен все это съесть. Ну, я, правда, не хочу, не обижайся. Надо, Андрей. Ну, ты же хочешь поскорее встать на ноги. Ты сама в это веришь? Конечно. Но самое главное, в это должен поверить ты. А я тебе помогу. Зачем тебе это надо? Да. Ну, люди должны помогать друг другу. Должны. Никто ничего никому не должен. Мой друг выпер меня из компании, хоть вместе мы начинали этот бизнес. Жена бросила, потому что устала ухаживать. Ей противно выносить за мной судно. И ты рано или поздно уйдешь. Просто это вопрос времени. Поэтому лучше уходи сейчас. Я никуда не уйду. Завтра будет новый день, и все уже будет по-другому. Вот увидишь. А пока ешь, а то все остынет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я потрясен результатами. Знаете, такой короткий срок. Ну, больше значит хороший, грамотный домашний уход. Ну, что скажете, доктор? Правда, наш Андрюша молодец? Я скажу, что вы оба молодцы. Это совершенно потрясающая динамика. Спасибо, доктор. Знаете, поблагодарите вашу жену. Вам надо за нее молиться. Будьте здоровы. Спасибо. Я вас провожу. Спасибо. Всего доброго. У нас сегодня маленький праздник. Предлагаю его отметить. С удовольствием. Ой, вилки забыл. Сейчас. Андрей, Андрюшин. Так, давай помогу. Не надо. Как купол, давай помогу. Не надо, не надо. Я встал. Я встал. Да не мешай ты. Я встал. Вот. Я встал. Я тебе мешаю? Да как ты можешь так говорить? Я люблю тебя. С первой нашей встречи. Я ради тебя готова на все. А ты? Настя. Несмотря на все это, я чувствую себя абсолютно счастлив. Знаешь, я так счастлив был только в детстве, когда папа возвращался с дальнего плавания. Он уходил на несколько дней, месяцев в море, а я так скучал по нему, что когда он возвращался, это был просто праздник. А потом мама вышла второй раз замуж, но очень не любил меня. Хотя, знаешь, я за это его не виню. Я бы и сам, наверное, не смог полюбить чужого ребенка. Андрюш, нам пора возвращаться. Конечно. Еще упражнения надо поделать. Как скажешь. А потом на процедуру. Давай. Давай. У тебя получится. Вставай. Тихонько, тихонько, тихонько. Давай, давай. Давай, давай. Почти получилось. Так, стоишь. Я тебя отпускаю. Я тебя отпускаю. Ура, облащусь. Какой ты у меня молодец. Без тебя бы у меня ничего не получилось. Ты знаешь, мне кажется, я сейчас абсолютно счастлива. Правда? Да. Все, все. Все, все. Все. Хорошо танцуют. А тут девушка, я понимаю. Вот это грудь. Вот это ноги. Постарался, боженька. По-моему, у меня это грудь сейчас из платья вывалится. Так, мне кажется, нет? Слушай, сиди, мол, все, не говори, ладно? Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ладно. Я пойду еще немножко. Ладно, ну постой, сядь. Руки убери. Ладно, ну останется. Руки убери. Ты кто такая, чтобы командовать? Мужа больного бросила, по клубам шляется. Между прочим, Настя его на ноги поставила. О, а ты сиди и улыбайся. Ну и давай проваливайся своей этой. Идиотка. Андрей, Андрей, я прошу тебя. Ну, посмотри, ну прости меня. Прости меня, я была не права. Я, честно, я испугалась. Я вообще не знала, что делать. Ну, пожалуйста, ну прости. Ну, я очень сильно люблю тебя. Ну, простишь, да? Мам! Мама! Мам, представляешь, он может уже ходить с палочкой. Я так счастлива. Ведь он думал, что он вообще не сможет подняться. Ты слышишь, мам? А жена Андрея так и не объявлялась? Ой, я думала, Светка уже не вернется. Не торопись с выводами. И не обольщайся. Они что, развелись? Нет, они по-прежнему муж и жена. Мам, ну какая же ты у меня пессимистка, а? У нас все получится с Андреем. Вот увидишь. Ну да, ну да. Пессимистка. Я жизнь прожила. Андрея пришла. Ты, наверное, у меня голодный. Я тебя сейчас накормлю. Так, смотри. Здесь статья немецкого профессора. После ужина мы ее с тобой почитаем. Настенька, привет. Ты извини, что так. А мы с Андреем уже вот поужинали и как раз собирались отдыхать. Да, Андрюш? Слушай, спасибо тебе большое. Я когда Андрея увидела, я прям не поверила, что он на ногах. Да? Ты замечательный врач. Послушайте, по-моему, прекрасный повод выпить сампанского, а? Как думаете? Андрею нельзя алкоголь. Ну, нельзя так нельзя. Слушай, я же надеюсь, ты оставишь эти рекомендации, как дальше вылечить, а то я не знаю ничего. Да, конечно. Вот и спасибо. Настя, извини, что пришлось потратить столько времени. Настя. Настя, я... Андрей. Не нужно ничего объяснять. Я все поняла. Пока-пока. Ну, ты чего? Ты зачем приехал? Ну, вообще-то, если ты не забыл, то это я твоя законная жена. М? Настя, Настя, ну что опять случилось, а? Мам, ну почему со мной можно так? Как? Да ты ведь была права. Светка вернулась. Он просто сидит и молчит, понимаешь? Он даже ничего не сказал. Мам! Мам, все, все, успокойся. Спокойся, девочка моя. Тихо. Тихо. Не стоит, Аня, наши слезы. Слышишь? Спокойся. Ты моя хорошая. Ты моя девочка. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Как я по вам по всем соскучилась. В отпуске была. Кстати, я что-то не вижу. Соню Ушакову. Она уже давно не ходит на занятия. А почему? Кто-нибудь знает? Нет. Я не знаю. Ну, поиграйте немножко, а я сейчас вернусь к вам. Хорошо? А завтра у нас ничего не меняется? Завтра у вас все по расписанию. Бегите, у вас занятия начались. Валентина Семеновна, скажите, вы не знаете, почему Соня Ушакова не посещает занятия ЛФК? Ну, светленькая такая девочка, ее еще папа все время забирает. А, это который постоянно задерживался. Да. Так он же погиб с месяца назад. Как погиб? Да, девочку отдали вроде в интернат. Интернат? Угу. А в какой вы не знаете? Не знаю. Спасибо. И принцесса пошла в лес. И там она встретила... Ушакова. А ты чего здесь делаешь? Ну, поднимайся, пошли со мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай руку. Пойдем. Анастасия Владимировна! Сонечка, как я рада, что я тебя нашла. Спасибо. Как ты похудела. Анастасия Владимировна, заберите меня, пожалуйста. Тебя здесь обижают, да? Нет. Просто мне тут очень грустно. Ну, вы знаете, я умею салат готовить, огурцы резать, игрушки убирать. Я себя буду хорошо вести. Я вам обещаю. Ну, конечно. Ну, конечно, моя куколка. Конечно. Конечно, я тебя заберу. Извините. Подожди меня здесь. Только никуда не уходи. Скажите, пожалуйста, какие документы нужны, чтобы удочерить девочку? Милая моя, такие вопросы так быстро не решаются. Ну, пойдемте, поговорим. Да, конечно, ознакомился. В понедельник. Отлично. Спасибо, Петр. Да, я тоже очень рад. Ну, тогда до встречи в понедельник. Отлично. До встречи. А кто звонил? Бывший партнер по бизнесу. А тебе какое дело? Ну, чего ты так? И что, он работу предлагает, что ли? Да, работа в своей компании. Ким, ну, это же как здорово, ну. Ну, какая хорошая новость. Я, знаешь чего, я уже думала, что мне придется работать. А у меня классная новость есть. Мы на Новый год полетим в Доминикану. Да ты что? Ну, как тебе идея? Ну, а что ты такой? Ну, что ты такой грустный, ну. Ну, да, доктор пока не рекомендует летать тебе. Ну, ничего. Главное же мыслить позитивно, и все проблемы сами с собой рассосутся, да? Ты не понимаешь, что уже ничего не вернуть? Чего не вернуть? Слушай, Андрей, вот честно, я не понимаю, зачем ты так со мной разговариваешь. Я пытаюсь все... ...исправить. Отпуск наш планирую. Я не понимаю вообще, зачем ты так со мной разговариваешь, а? Света, ты серьезно думаешь, что можно вот так вот просто взять и забыть все, что ты сделала? Как поступила? Все понятно. Это все из-за Насти, да? Это она здесь тебе голову вскружила, да? Праведница, блин, наша. Ей только нимба, значит, над головой не хватало. Я честно тебе скажу, я ее просто ненавижу. Не смей говорить о ней в таком тоне. Вот как. Ну так ты знаешь чего? Ты, ты, может, возьми и позвони ей, а? Она же как собачка сразу прибежит к тебе обратно. Неужели ты не понимаешь, что она с собой ради любого калеки готова пожертвовать? Не понимаешь? Возьму и позвоню, а ты пошла вон из моего дома. Чего ты сейчас сказал? Пошла вон из моего дома. Молодец. Я скоро смогу тебя забрать отсюда. Почти все документы готовы. А с кем мы будем жить? Как с кем? Я, ты, моя мама. Ну, можем завести собачку или котика, если захочется. А ты вот такого беленького, пушистенького, ну или рыженького. Договорились. И будет у нас большая дружная семья. Я, ты, моя мама и кот. Я думала, ты замуж вышла. Я тоже так думала. Но не получилось. И вряд ли уже получится. Но нам ведь и так хорошо, правда? Угу. А когда мы поедем котика выбирать? Скоро. Андрей, ты что-то хотел? Я просто спешу. Здравствуй, Настя. Подожди, ты можешь меня выслушать? Я не собирался сходить со света. Ты все неправильно поняла. Если она вернулась, это еще ничего не значит. Я хочу быть с тобой. Ты мне нужна, Настя. Андрей, все это время я жила ради тебя. Но теперь это невозможно. Ну, почему? У меня будет ребенок. Я хочу удочерить девочку из интерната. Ей шесть лет, она сирота. Ей зовут Соня, она раньше ко мне приходила на ЛФК. Подожди, но мы же можем увидеть своих детей, Настя. Знаешь, я хорошо запомнила твои слова, что ты никогда не полюбишь чужого ребенка. Значит, нам не судьба быть вместе. Настя. Настя, подожди. Я прошу тебя, подожди. Так, вы говорите, квартира у вас 70 квадратных метров. Да-да, у меня хорошая квартира. Дом в хорошем состоянии. Комиссия была. Угу. Вот справочка о состоянии здоровья. Здесь все хорошо. Также характеристика с места работы, пожалуйста. Ну, конечно, то, что вы не замужем, это осложняет дело. Вы же понимаете, что ребенку нужна полноценная семья. Да, конечно. Ну, учитывая вашу профессию и характеристику с места работы, я думаю, суд удовлетворит вашу просьбу об опеке над ребенком. Спасибо. Спасибо вам большое. Изинаида Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Я за Соню приехала, а ее нигде нет. К ней родственник приехал? Да вы не волнуйтесь так, они вон на площадку пошли гулять, здесь рядом. Какой родственник? У нее нет родственников. Анастасия Владимировна. Настя. Анастасия Владимировна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...